Дорогие друзья, это Дмитрий Газин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. Сегодня я хочу рассказать о небольшой книге, которая заставила меня крепко задуматься. Увидел я эту книгу на полке и сразу решил, что она мне понадобится. Эйнштейн о религии. Дело в том, что великие ученые оставили массу текстов, научных работ, в которых описывают, собственно, свои физические, химические и другие достижения. Но вот общее замечание некоторых из них в философских вопросах для побывателя, для простого читателя, вроде меня, едва ли не более интересной, чем страницы, заполненные формулами. Я, честно говоря, совершенно ничего не понимаю в математике, поэтому для меня все, что касается астрономии, астрофизики, космологии, то, что мне очень интересно, все требуется облекать в самую популярную форму. И поэтому я схватился за Томми Кэнштейна о религии, чтобы ответить для себя на самый главный вопрос. Так, за или против Эйнштейн был религиозного взгляда на мир. Дело в том, что благодаря своим высказываниям замечательным, он стал одним из самых известных ученых, которые постоянно приводятся в пример, как ученые религиозные, которые постоянно приводятся в пример, как люди, которые двигали современную физику, современную науку о природе и одновременно верили в Бога. Но так ли это? Прежде всего я хочу предупредить читателя о том, что чтение ему предстоит зубодробительное. Несмотря на отсутствие сложных философских терминов и каких-то концепций, которые развернуты на сотни страниц и требуют прямо вникания в текст, читать будет сложновато. Честно говоря, беседа Эйнштейна с Робинадом Трагором, происшедшая в 1930 году в Берлине, она здесь записана и произвела на меня большое впечатление, потому что это, конечно, столкновение двух умов, которые в каждой своей фразе выдают оригинальную концепцию, в том числе оригинальную концепцию Бога. Читать это необычайно интересно, потому что Эйнштейн в самом известном своем афоризме, вы сможете его прочитать на четвертой сторонке книги, говорит о чувстве таинственного. Чувство таинственного должно двигать любое устремление творческого человеческого ума. Если этого не происходит, то тогда человек ничего не представляет собой ни в науке, ни в искусстве. И вот это чувство таинственного, это и есть та религия, как бы говорит нам Эйнштейн, в которую он верит. Это и есть тот Бог, которого он видит в окружающей природе, который не вмешивается в действия законов физики, допустим, или законов пространства и времени, но при этом присутствует в них. Как это относится к самым известным открытиям Эйнштейна? Ну, прежде всего, он так до конца своей жизни не поверил в квантовую модель мира, где от случайного выбора между возможными версиями событий зависит результат, потому что Бог не играет в кости, самый известный афоризм Эйнштейна. Он как раз говорит о том, что Эйнштейн так и не принял вот эту вот теорию возможностей в микромире, которая очень сильно отличается от того, что мы видим вокруг себя. Все действия и события нашего мира, макромира, они дезерминированы. Что-то произошло вследствие действия таких-то законов, и в результате этого произошли те-то и те-то действия. А в мире микрочастиц там происходит следующее. Множество вероятных событий одновременно существуют и равноправны. То есть, каждое итоговое событие имеет ряд версий, которые могли привести к его осуществлению. И все эти версии надо рассматривать на полном серьезе, потому что они действительно происходят только в неком виртуальном пространстве. Это совершенно не укладывается в классическое представление о мире и нашем. И вот самая интересная фраза, которую я прочитал по поводу соотношения классической квантовой картины мира, она мне очень понравилась. Эта фраза звучит следующим образом. «Мозг обезьяны просто не был приспособлен для того, чтобы размышлять о таких категориях. Он прекрасно справлялся с задачами выживания в тропическом лесу. Он превосходно позволил виду Homo sapiens захватить всю планету и доминировать над всеми остальными видами, возглавить пищевую цепочку на вершине пирамиды оказаться и изменять окружающую среду под себя, под свои нужды, как ему захочется. Но вот с такими вещами мозг человекообразной обезьяны просто не справляется. Разум наш не создан для таких размышлений, а приходится, потому что математика, вычисление, физика и эксперимент привели нас вот к такому взгляду на вещи. Итак, возвращаясь к книге, что эта книга вам даст? Во-первых, она разложит по полочкам многие известные цитаты Эйнштейна, которые я и раньше, например, видел, встречал в сети, особенно в жарких спорах их приводят как аргумент. В контексте эти цитаты выглядят немножко по-другому. Во-вторых, если вы читали Бертрана Рассова, то вам будет очень интересный раздел, где теорию познания Рассова Эйнштейн рассматривает. Ну и в-третьих, в принципе, все, что связано с этой семьей, с этими людьми, представляет интерес для любого ценителя биографии XX века, потому что Эйнштейна – это, конечно, уникальный совершенно случай. Альберт Эйнштейн – это ученый номер один, а Альфред Эйнштейн, если вы помните, это составитель каталога, обновленного каталога сочинений Моцарта, он переработал каталог Кёхеля. Самый известный в мире Моцартовед и, наверное, самый известный в мире музыковед вообще, потому что Альфред Эйнштейн – актор наиболее авторитетной биографии Моцарта. Моцарт – личность жизни творчества, называется его труд. Это такой вот пример работы, дела всей жизни, который ученый-музыковед смог осуществить. Вот поэтому чтение биографии Эйнштейна, о которой я тоже обязательно как-нибудь расскажу, и чтение о его семье, оно составляет очень поучительную часть, скажем так, нашего кругозора. Читайте Эйнштейн о религии, значит, издательство Alpina Nonfiction. Это маленькая по объему книга, она наполовину состоит из переписки Эйнштейна, да, выдержки из его писем, но оставляет большое впечатление, потому что, в принципе, приводит к ясности в голове, к ясности понимания вопроса. Не все, дело ясное, что дело темное. Вот так вот я закончу, чтобы вам было интереснее читать саму книжку. Спасибо за внимание.